Награды нашли своих героев. Сегодня пятеро железногорских ветеранов Великой Отечественной войны получили юбилейные медали 70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие было трогательным без официоза и пламенных речей. Но самое главное это был повод прикоснуться к нашей великой истории и понять, как счастливы те, кто не знает войны. С тобой провожает меня в трех море. Чувствую я, так и вздевала, и постоянно соврала. В городском совете ветеранов сегодня было особенно трогательно. Всех пригласили, казалось бы, на официальное мероприятие. Ветеранам вручали медали в честь 70-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Всего в Железногорске сегодня живут пятеро ветеранов, участников тех трагических событий. Они сегодня плакали и очень волновались, вспоминая, как попали в пекло войны, будучи совсем детьми. И пока я слушала ваши песни, я долгое вспомнила, что мне пришлось пережить. Жизнь, 1941 год, 22 июля. Мой день рождения. Мне исполнилось 12 лет. Простите меня, волнуюсь. Но это просто день был очень трагичный. Во-первых, поселок, где я жила, был к вечеру полностью заброшен. Вот, блядь, налетело много-много самолетов. Вначале как-то с утра был один самолет, который сделал несколько кругов, а затем уже буквально к обеду появилось много самолетов. Это было страшное зрелище. Мы бежали. Но самое главное, что в это время мы прощались с отцами. Военкомат объявил общую мобилизацию. Надежда Чернова была в партизанском отряде. Всю войну защищала родную Белоруссию. И сегодня безмерно гордится тем, что она часть великой истории. А в 1953-м Надежда Николаевна приехала в Железногорск. И также рьяно строила наш город. Ветераны много вспоминали сегодня, делились самым сокровенным. И удивляет то, что они помнят детально практически каждый день того тяжелого времени. Александр Шуранов помнит, как забрали в учебку. А потом взвод снайперов, ранения, победа. И все это под знаменем настоящего патриотизма. И сегодня, говорит Александр Герасимович, страшно за внуков и правнуков, которые видят, как сейчас развязывается война на Украине. Они, между прочим, ну все знаете, бандерцы, даже западная Украина была. И поэтому они были очень-очень ненадежные. Сейчас вот, именно, сейчас вот такое-то время, так, ну непонятно до сих пор, хотя мы призываем о том, чтобы прекратить братьево-убийственную войну. Но мы увидим сейчас, что творится. Убивают брат брата, отец, сына и так далее. Вообще страшно, что творится. И, между прочим, поэтому они, по сути дела, были для нас во время войны, я бы сказал, с отрицательной стороны мы их судили. И так это подтверждается сейчас. Не дай бог никому пережить то, что пережили мы. Хоть бы не было войны, вторили сегодня ветераны. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Юлия Третьякова, Сергей Чурин, Информэкспресс Сейчас в нашем выпуске время рекламы, после которой...